Я здесь, что за Симаш, и у меня всегда в душе будет слово Ростов. Ростов чемпион! Прогноз 3-1! Все! Ростов чемпион! Несмотря на серию четырех матчей без побед, Ростов подходил к игре с локомотивом в статусе команды первой пятерки. Ударный старт сезона зарядил местную публику оптимизмом, как кажется, сразу на весь чемпионат. Главный творец новых постбердыевских успехов Ростова, конечно же, Леонид Кучук. На дистанции первой трети текущего сезона он не уставал перевыполнять задачи клуба и превосходить ожидания болельщиков. Честно говоря, даже не ожидали, что такой результат будет, потому что, естественно, все предрекали провал полный. Но, как видите, команда на первых местах практически держится. И мне нравится, как он работает. Вообще четко все. Это новый освеженный Ростов, новые мужики, новая тактика, новые игры и новые, конечно же, наши победы. Ну, Кучерк все равно. Команда играет в оборонительный футбол, конечно, почти как Бердыева. Но все равно уже видно, что, допустим, игроки играют по разным позициям. Калачев, допустим, на фланге играл. Сейчас играет ближе к нападению. Чуть-чуть другой, конечно, почерк. Не менее теплые воспоминания о работе Кучука остались и у болельщиков «Локомотива», который белорусский специалист приводил к самому успешному результату в Премьер-лиге за последние 10 лет. За два часа до игры у стен стадиона «Олимп-2» начался разогрев болельщиков, который должен будет стать традиционной частью домашних матчей Ростова. На разогреве любой желающий может обзавестись символикой клуба в качестве элемента боевой раскраски или деталей гардероба. Поиграть в настольный футбол, стритбол и многое другое. Сегодня каждый из этих малышей забил не по одному голу в ворота условного «Локомотива». Но нападающим ростовской командой это сделать в этом матче будет, конечно же, намного сложнее. Футболисты Леонида Кучука сумели забить только в одном из последних четырех матчей Премьер-лиги. Тем ценнее было возвращение в стартовый состав Александра Бухарова, открывшего свой бомбардирский счет в этом сезоне в кубковой игре против «Волгаря». Не меньшие проблемы в атакующем плане в этом матче поджидали и гостей. Семь пропущенных мячей Ростова после десяти игр – это самая надежная оборона чемпионата после «Зенита». Команда Юрия Семина с первых минут настояла на большем владении мячом. Но в первую очередь это устраивало Ростов, контратаки которого были не только более частыми, но и более острыми. Впрочем, даже эта острота была относительной. Ионов и Калачев пытались действовать подыгрыши. Байрамян был активен на своем левом фланге. Но основной массив работы приходился на Бухарова. Именно одиннадцатый номер Ростова мог открывать счет по истечении часа игрового времени. Практически идеальный удар слета и не менее идеальный сейф Гильерми. В концовке матча Бухаров уступил место Дидюну. Кроме того, во втором тайме Леонид Кучук выпустил Зуева и Думбию. Однако ключевым изменением в этом матче стала замена от Юрия Семина. Эдер появился на поле вместо Алексея Миранчука на 77-й минуте. И именно португалец стал воплощением терпения и в какой-то степени удачи Локомотива, обескуражив Олимп-2 за считанные секунды до конца матча. 1-0 победа гостей такая же неожиданная по своей сути, как и оба поражения Локомотива, случившиеся в этом сезоне. Я не знаю, сейчас трудно сказать. Очень обидное поражение, это всегда плохо, когда на последней минуте пропускаешь. Наверное, где-то концентрации не хватило, это случайность. Мне кажется, мы заслуживали как минимум ничью. Мы все знаем, что здесь будет как сложно. Здесь всегда очень трудная игра, но наши планы поиграть, вот это, терпение. Ждать до последнего момента, хороший момент, для чего дать последний пас и все. Но молодцы все, потому что не до конца борются. И слава Богу, что победа к нам сегодня. По большому счету анализировать, разбирать игру трудно, когда все решил эпизод на 93-й минуте. И все-таки сам по себе этот эпизод мы должны еще раз посмотреть и попробовать вычленить самое главное. Почему Ростов пропускает? Почему в концовке, кстати, Ростова не хватает сил на своем поле, переиграть Локомотив, заставить его обороняться, а не самому стоять на своей поле? Александр, ну я тебе скажу, что Локомотив все-таки это более организованная команда, более сыгранная команда. Все-таки Кучук еще только делает команду. Потери большие были. И, конечно, той сыгранности, синхронности, которая была при Бердвееве, нет. Поэтому вот это и приводит к таким ошибкам. А Байрамян почему не выходит? Вот, вот, вот. Там отскок был от Грака Ростова. Там был... Плюс отскок еще от... Грака Ростова, да. В Гребееве, да. В Гребееве бы не было. Да, там не было бы в Гребееве, конечно. Отскок. Ну и здесь еще, конечно, немножко вот при подаче, конечно, Песняков. Ротарь? На линии, да, почти на линии ворот был. Видишь, он назад двигается. Если бы он сейчас пошел вперед, он, конечно, бы успел. Да, он мог здесь впереди Тедра, но... Потому что мяч, это, Косе, мяч завис. Да. Мяч завис. А он обратил внимание, вместо того, чтобы выходить, он наоборот стал пить пять с оборотом. Но надо отметить, что у Ростова выкосил центр обороны. Все-таки после ухода Мевли остался один Ингасон. Они могли заявить еще одного игрока, по-моему, вот в последние дни трансфер. Нет, вот Вилюша не было, этого Бобена не было, и пришлось играть Гацкану в центре обороны. Представляешь-то, сколько важен вот этот центральный защитник, столб обороны, да, который вот это все чувствует, регулирует, да, и подсказывает, что сейчас Бердыев, несмотря ни на что, вернул Наваса. Да, да, да. Кстати, мы обращали внимание. Он это понимает, он здесь собаку на этом уже давно съел. Вот, вот, и вот такого сейчас опытного защита, да, они пришли, да, вроде опытный тоже, тот же Ингасон, да, вот, но игрок сборной, но все равно нужно время, нужно время. А давайте как раз Сверера Ингасона послушаем, потому что Артем Григоренц с исландцем пообщался в Ростове. Сверер, обескураживающий о концовке матча, что произошло, можно ли вынести что-то позитивное из этого? Конечно, очень трудно принять этот результат. Сегодня мы играли хорошо, создавали моменты, но не смогли их использовать. А в самом конце мы пропустили. Очень трудно смириться с таким поражением. Накануне вашего переезда в Россию вы общались с кем-то из исландских футболистов, например, с Рагнером Сигурдсеном? Да, конечно. Когда я услышал об интересе Ростова, я связался с игроками, которые играли здесь. Я поговорил с Рагнером, он положительно отзывался о российском чемпионате. Теперь он и сам вернулся сюда, в Рубин. И я рад выступать в России. Насколько футбол здесь отличается от предыдущих лиг, в которых вы играли? Безусловно, у российской премьер-лиги есть собственный стиль, как и у каждого чемпионата, в котором мне довелось выступать. Думаю, здесь большую роль играет тактика. Много хороших футболистов и в целом довольно высокий уровень лиги. Как быстро вы освоились в новой команде, сыгрались с новыми партнерами? Адаптация прошла очень хорошо. Мы удачно начали сезон, но в последнее время наши результаты ухудшились. Но в футболе так бывает. Впереди у нас очень важная игра перед паузой на международные матчи. Нужно хорошенько подготовиться к ней и получить нужный результат. Ключевые моменты, которые вы могли бы выделить в работе Леонида Кучука. Тренер проделал отличную работу на старте сезона. Он очень силен в фактической работе, знает, чего хочет от своих футболистов. И сегодня мы отдали все силы на поле, но, к сожалению, не получили ничего от этого матча. Но я уверен, что тренер может гордиться нашим выступлением, несмотря на это обидное поражение на самых последних минутах. Да, гандбол – это невероятно важный вид спорта для Исландии. В последние десятилетия наша национальная сборная показывала очень хороший результат. Доходила до финалов Олимпийских игр. И новое поколение тоже подает большие надежды. Но сейчас в Исландии главный фокус должен переместиться на футбол. Мы пробились на евро в прошлом летом. Сейчас у нас неплохие шансы выйти в финальную часть чемпионата мира в России. Поэтому сегодня все больше внимания переключается на футбол, где у нас теперь тоже есть сильная сборная. Ну а про женскую ростовскую гандбольную команду я слышал, что она действительно очень хороша. А как вы обычно проводите свободное от футбола время? Конечно, стараюсь как можно больше быть с моей семьей, ну и по возможности получать удовольствие от города. Ваша цель на текущий сезон и цели вашего клуба? Наверное, в сезоне, когда в команде появился новый тренерский штаб и много новых игроков, самое главное, как можно лучше всем сработаться друг с другом – сыграться на поле. Поворотся за максимально высокий результат и отталкиваться от этого в будущем. В пример лиги много сильных команд, нужно сохранять концентрацию и добиваться результатов. Если бы вам нужно было выбрать обладателя золотого мяча, но только среди защитников, кто бы это был? Среди защитников – Серхио Рамос. Он проводит феноменальные последние сезоны, так что я выберу его.